Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио. Добрый вечер, уважаемые родители. В эфире Детского радио программа для вас и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Наша программа выходит в такое время, когда, предположительно, наши маленькие слушатели уже спят. Сегодня я настаиваю на том, чтобы дети нас не слушали. Тема будет важная и адресована только взрослым, хотя мы и будем говорить о детях. Речь пойдет о трудных жизненных ситуациях, о том, чем они опасны и как с ними справляться. Беседовать мы будем с замечательным экспертом, педагогом, писателем, основателем проекта «Азбука семьи» Дианой Машковой. Диана – автор книги «Азбука счастливой семьи. 30 уроков родительской осознанности» и мама пятерых детей. Диана, добрый вечер. Добрый вечер. Каждый человек под термином «трудная ситуация» понимает что-то свое. Что вы имеете в виду, когда говорите о трудной ситуации и задаете вопрос, кому надо помогать, ребенку или маме? Трудная ситуация – это когда у семьи нет средств к существованию, когда у мамы нет ресурса для того, чтобы заниматься ребенком, потому что она вынуждена на работе пропадать сутками. Трудно, когда моральной нету семьи поддержки. И, например, отец – агрессор, а маме некуда обратиться за помощью. То есть это вот те самые трудные жизненные ситуации, которые являются угрозой целостности семьи. И чего уж там далеко ходить. У нас, к сожалению, в России на сегодняшний день больше 500 тысяч детей, которые лишились попечения родителей. Но, к счастью, большинство из них живут в семьях уже, их усыновили, приняли в семью. Ну, многие дети – 70 тысяч в детских домах. Это все результат трудных жизненных ситуаций, когда вовремя не помог никто, или люди сами не поняли, куда и как обращаться за помощью, и все развалилось, все зашло в тупик. Так кому же первому нужно помогать в такой ситуации? Ну, мне кажется, любой взрослый человек, подумав, ответит на этот вопрос. Когда мы начинаем помогать только ребенку, то, по сути, мы, конечно, на глубинные процессы внутри семьи никаким образом не влияем. Когда ребенку плохо, ну, вот опять возвращаясь, да, например, к той же теме развода. Это очень распространенная ситуация. Ребенку плохо, когда мама и папа не могут между собой договориться, когда они в состоянии войны находятся. И если мы возьмемся просто ребенку помогать, ну, не знаю, отведем его на какие-то дополнительные занятия, даже отведем его к психологу, и он будет там проходить определенную терапию, чтобы успокоиться, перестать тревожиться, этого все равно будет недостаточно. Потому что корень проблемы лежит в отношениях между двумя самыми важными для него людьми. И вот в этом случае, например, когда мама с папой не могут между собой договориться, важно не на ребенка влиять, а важно помочь им самим справиться с ситуацией. То есть вместо того, чтобы тащить ребенка к детскому психологу, наверное, это тоже надо в какой-то момент, особенно если он там стал заикаться, стал замкнутым, еще что-то с ним случилось от стресса как следствие. Но нужна, конечно, семейная терапия, нужно разбираться, почему два человека, которые когда-то друг друга выбрали, встречались, любили, вступили в брак, почему же они сейчас пришли вот к состоянию войны и не могут справиться. Влиять только на ребенка – это достаточно опасная ситуация. Опять же, простой пример. Когда в семье плохо, например, материально, или когда плохо у кого-то из родителей зависимость, и из-за этого много проблем, угроза безопасности ребенка возникает, то у нас такой инструмент влияния, как правило, это забрать. То есть придет опека, заберет ребенка и поместит его в детский дом или в дом ребенка. А что в этот момент происходит? В этот момент ребенок получает тяжелейшую травму из всех возможных – травму потери семьи. Вот для маленького человека ничего страшнее нет. Вот может идти война, ну, не дай бог, может все взрываться вокруг. Но если при этом ребенок на руках у матери, и она знает, что делать, она спокойна, ну, относительно, насколько возможно, ребенок выживет, и с ним все будет хорошо. Как вот помните, было много публикаций «Землетрясение в Армении». Я была на программе, когда 30-летие вот этого события, и приглашали в студию жертв этого землетрясения, очевидцев. И пришла женщина Эмма Копян, было очень много статей о ней. Она семь дней провела в завалах своего дома, в подвале, провалившись туда с грудной дочкой, которой было 4 месяца. Женщину все переломало, нога, спина, голова, потом множественные операции были. Вот эту неделю она без воды, без еды, ну, вода там, какой-то дождь шел, вот какие-то капли были. Она выкормила дочь сначала грудью, потом она смогла надрезы сделать на пальцах, и ребенка спасла своего. И вот в этой студии мы все встретились с двумя женщинами. Девочка уже, конечно, выросла взрослая, она уже сама мама, ей больше 30. И вот ее мама, которая как раз пережила все эти тяжелые события. Конечно, мама травмирована и психологически, и физически, и всячески. У нее начинается паническая атака, как только, например, она хочет пить, если нет сразу воды. Для нее это очень тяжелая ситуация, потому что последствия вот этого длительного стресса. А девочку, когда спрашивали, ну, женщину эту молодую, а вы вот что-то помните, какие-то есть последствия? Она улыбалась только и говорила, нет, я ничего не помню, но я была маленькая, и никаких последствий я на себе не ощущаю. Правильно, потому что для нее главное, что мама была рядом, что мама откликалась на все ее потребности, и мама ее сохранила, сберегла. А вот если бы было наоборот, если бы мама куда-то делась в этот момент, то был бы максимально травмирован ребенок, конечно. И решать вопросы серьезные, социальные, влияя только на детей, давайте мы из плохой семьи заберем ребенка, мы его поместим в безопасное пространство. Там будет еда, одежда, хороший уход, медицина, даже образование, но при этом не учитывается на уровне системы, что ребенок очень сильно травмируется. То есть получает самое негативное для него из всех возможных событий – потерю семьи. Очень сложно влиять на семью, конечно, особенно когда уже зашло все далеко глубоко, но тем не менее, если мы не работаем с мамами и с папами, не реабилитируем, не помогаем им осознать важность для ребенка, того, чтобы они были устойчивы, того, чтобы они были в жизни ребенка и между собой не устраивали всевозможные войны. Вот в этой ситуации ребенку помочь все равно не получится. Ну, то есть семья даже не очень благополучная, но это все равно лучше, чем оказаться без семьи. Для ребенка – да, именно так. Потому что вот самая серьезная потеря. И маленький ребенок, он даже ведь не различает, умерли его родители или просто они стали недоступны. Вот для него стресс абсолютно того же толка. И изучали, кстати, уровень стресса, который дети испытывают, оставшиеся без родителей. Маленькие дети в домах ребенка замеряли на буквально гормональном уровне и выяснили, что гормон стресса зашкаливает. Вот как взрослый себя чувствует на войне, когда вокруг бомбят окопы и танки, и все взрывается. Вот такой же уровень стресса у ребенка, оставшегося без родителей. И много последствий, все эти посттравматические стрессовые расстройства, тревожность, невозможность спать нормально, спокойно, невозможность развиваться, учиться, падает интеллект, не развивается эмоциональный интеллект. У всех детей, которые оказались в учреждении, в течение полугода ставится диагноз «задержка психического развития» или «задержка психоречивого развития». Даже если с ними занимаются. Да, абсолютно, даже если с ними занимаются. Потому что мы возвращаемся в тему привязанности. Для ребенка самое важное, чтобы рядом с ним всегда был тот самый значимый взрослый, который эмоционально на него настроен, эмоционально откликается. А если сегодня один логопед позанимался, завтра другой педагог пришел, послезавтра третий и четвертый, то здесь как им устроить привязанность, если это постоянно сменяющиеся люди? Ему нужен один, который только с ним будет говорить, только его будет носить на руках, только ему будет петь колыбельную и будет знать, когда он голоден, когда он на ручки хочет, когда ему гулять пора. И вот ни в какой другой ситуации механический уход не дает ребенку ту платформу для развития, которую ему природой, семьей вообще в принципе предназначена. То есть любовь, она в принципе важнее, чем еда даже? Ну, это по крайней мере вещи одного и того же порядка. И если уж так говорить, опять же... Нет, ну, например, в войну дети не доедали. Но если они были рядом с родителями, то в принципе... Ну, конечно, и если почитать, например, воспоминания людей, которые в детстве, в малом возрасте оказались в концентрационных лагерях. И действительно, это же и голод, и антисанитария, и жуткие условия. Но, тем не менее, они остались психически сохранными. И не было вот этих вот самых задержек развития и заболеваний, которые ментального характера приобретенные. Потому что родители были рядом. То есть если их не разделяли, то они могли выжить. А те дети, которых разделяли от родителей, в общем-то, плохо дело заканчивалось. Опять же, целенаправленные эксперименты проводили ученые Рене Шпиц в прошлом веке. Сравнивал выживаемость детей в домах ребенка, которых от матерей отделили, и детей, которые находятся со своими мамами в тюрьмах. То есть их не отделили, вот оставили в этих условиях, где с едой не очень, условия санитарные никакие, никуда не годятся. Но есть мама. При этом, конечно, в доме ребенка было питание хорошее, уход хорошая, медицина. И тем не менее, 40% детей умерли, которые вот в доме ребенка, отделенные от матерей. А те, которые остались с ними в тюрьмах, выжили все. Ну, так или иначе. Вот это говорит только об одном. Для ребенка ничего важнее мамы и папы, никого важнее, в принципе, нет. Очень хотелось бы, чтобы взрослые, которые нас слушали, полностью понимали свою ответственность. Но боюсь, что те люди, которые создают своим детям как раз сложные жизненные ситуации, они, наверное, реже слушают такие программы, как эта. К сожалению, да. И опять же, понимаете, дело в том, что они не специально это все делают. Это очень часто означает, что в их собственном детстве были какие-то беды, проблемы, и не было привязанности. То есть самое, о котором мы говорим. И человек не получает самого важного – модели семьи и модели правильной детско-родительских отношений. И, соответственно, а что он может тогда дать своему ребенку, если у него вот эта связь нарушена? Но мы часто не видим, что детство родителей сильно влияет на то, как они общаются с собственными детьми. И мы пытаемся влиять какими-то угрозами. Ай-яй-яй, возьми себя в руки, приведи квартиру в порядок, найди работу. А вот пока мы у тебя ребенка заберем, потому что ты не справляешься. Но так это не работает. Человеку, который сам не смог дойти до зрелого состояния, потому что в детстве его били, обижали, потому что он сам был в какой-то момент в детском доме, он не научится из воздуха. Нужно дать ему инструменты, нужно помочь, оказать вот эту вот и психологическую поддержку и научить навыкам общения с ребенком уже вот теперь вот в аудиторных условиях действительно в школу для родителей и пройти ему необходимо. Но у нас такого нет, к сожалению. Но смотрите, это мы сейчас говорили о семьях, которые прям вот неблагополучные-неблагополучные. Но есть семьи, внешне все прекрасно. Мама, папа, есть даже финансовый достаток. Но при этом, ну уже не секрет, что домашнее насилие – это не редкость. Что бывает не очень хорошим положением мамы в семье. Ну такое же бывает. Был такой момент, мне кажется, что он был, когда считалось, что вообще ответственность на женщине. Мужчина может вести себя как попало, а ответственная у нас за семью женщина. И эта модель, как бы мы сейчас не рассказывали, что это не так, она до сих пор еще работает. И вот таких семей, где чаще всего это мама, да, такая опора, есть, в общем, негативные явления. Чаще всего они идут от отцов. Ну, может быть, я ошибаюсь. Вот если в семье есть один взрослый, который реально надежная опора, а второй взрослый – это тот, поведение которого вызывает у ребенка стресс. Да неважно, наверное, мама это или папа. Вот что в такой ситуации происходит с ребенком? И как тому взрослому, который является этой опорой и является более осознанным взрослым, что ему делать? Любой ценой в такой семье сохранить отношения между тем взрослым, который является опорой для ребенка, и ребенком. Если в семье агрессор отец, например, пьет, бьет, там делает, что ему хочется, это значит, что не надо ребенка изымать из семьи от того, что отец может ему нанести вред, а нужно для мамы с ребенком вместе создать эти безопасные условия. Сейчас, к счастью, начинают развиваться приюты для матери и дитя. То есть есть куда обратиться. Это бывают благотворительные организации, бывают службы поддержки семей, куда женщина может уехать на время, когда вот такой происходит кошмар внутри семьи. Она понимает, что есть угроза жизни и здоровью и ее, и ребенка. Но категорически неправильно, повторюсь, забирать только одного ребенка. Вот вы сейчас очень большой вопрос задали. Во-первых, когда я говорю благополучие семье, я имею в виду в первую очередь психологическое благополучие. Есть такой прекрасный психолог Вирджиния Сатир, и у нее очень четко и просто критерии, как определить благополучие. Вам нравится жить в вашей семье? Вам нравятся люди, с которыми вы вместе живете? Вы им доверяете, и доверяют ли они вам полностью? Вот отвечая на эти вопросы, если три ответа «да», значит, ваша семья благополучна. Если какой-то ответ нет, значит, есть некое психологическое неблагополучие. Вы сказали богатство. Очень часто в сильно бедных семьях и экстра богатых семьях бывает неблагополучие. То есть вот парадокс. Но так, уровень насилия в семье не зависит напрямую от материального. Вот видите, ну зависит, то есть лучше серединка. Потому что когда слишком много, видимо, это стресс порождает. Ну, когда не хватает, конечно, это тоже стресс. Поэтому вот здесь нужно все-таки акцент делать на том, что благополучие – это не просто когда есть что есть, во что одеться, и там как-то формально снаружи все хорошо. Благополучие – это когда между членами семьи очень теплые и тесные отношения. Они доверяют друг другу и воспринимают друг друга как опору. Почему у нас это потерялось? Почему опора семьи мужчину куда-то пропала? Ну, к сожалению, исторически. У нас войны унесли огромное количество мужей. И стало не хватать мужчин. И мужчина возвелся в ранг, ну, уже такого какого-то сокровища. Лишь бы был, пусть как хочет себя ведет, даже один на пять семей. И до сих пор это существует. К сожалению, да. Но мы таким образом, конечно, совершенно нежизнеспособную модель семьи выстраиваем и передаем, самое главное, нашим мальчикам потом вот этот сбитый код отношений, когда папа вроде есть для чего-то, но вклад в семью он не вносит. И маму не защищает, и материально не поддерживает. Да, может себе позволять там пить, бить и так далее. Да, это надо менять, это постепенно будет меняться, потому что сейчас вот чем больше я наблюдаю за молодыми семьями, парами, тем, конечно, отчетливее вижу, что люди идут по пути развитию. Больше осознанных родителей, меньше, как вот в советские времена, все на женщину свалили, и она везет. И работу деньги зарабатывает, и по дому все делает, еще шьет по выходным, чтобы семью одеть, потому что дефициты ничего не купить. А мужчина вот сходил, пришел на диван, лег, и все. То есть вот эта модель отходит, к счастью. Я думаю, что со временем мы справимся. Но еще раз вот эта вот травматизация большая всей страны через потерю огромную мужчин, конечно, сказывается. Самое важное, когда мы говорим о благополучии семьи, о состоянии семьи, вот не выплеснуть здесь только ребенка. И говорить, что ребенок может счастлив быть отдельно, а родители, они как-то сами по себе и отдельно. К сожалению, так не работает. Все, что испытывает мама, любой стресс, любой негатив, переживание от того, что не хватает денег на жизнь, или ее недовольство с собой, своими личными отношениями, мужа или нет, или он есть, но он никак не участвует в жизни семьи. Вот это все, оно будет сказываться на ребенке, хотим мы того или нет. Поэтому ситуацию разворачивать всегда в сторону помощи мамы важно. И это у нас, к сожалению, в стране плохо происходит. Я часто бываю на программах, там, Первый канал и прочее, где вот эти вот герои есть, и эксперты сидят, и мы начинаем обсуждать, а что же там в ее жизни было, почему она не справилась, почему ее дети в таких плохих условиях живут. И вы знаете, из зала реплики доносятся очень часто, да сама виновата, рожать не надо было, да чем она там думала, точно не головой. То есть в адрес матери постоянные вот эти обвинения. И это, к сожалению, не единичный случай. Это то, с чем сталкиваются все работающие в сфере поддержки семьи, в сфере неблагополучия семьи. Сплошь и рядом такие ситуации случаются. Когда какая-то вот эта вот сложность, да, уход отца из семьи, смерть кого-то из родственников, напряжение отношений между родителями, развитие зависимости у кого-то из родителей в итоге приводит просто к катастрофе. То есть вот этой вот ранней профилактики семейного неблагополучия, к сожалению, нет. Это вот то, над чем мы работаем в азбуке семьи. Это одна из целей, которая стоит и перед пособием. Книга-тренажер «Мазбук счастливой семьи», поскольку любые, например, желающие могут сами повысить свою осознанность, пройти этот курс просто по книге. А те, кому тяжело, те, кому нужно понимание, как же общаться с детьми, как же перестроить собственные негативные паттерны детские, с ними вот через некоммерческие организации, благотворительные фонды можно работать, собирать вот эти группы, поддержки семей и эту помощь оказывать с тем, чтобы семья из вот какого-то негативного события не свалилась в глубокий кризис, из которого уже выбраться будет очень и очень сложно. Но очень часто семейное неблагополучие у тех самых семей, которые вроде бы внешне выглядели благополучно, заканчивается разводом. И в этой ситуации мама часто в память о том, как вел себя папа, она запрещает общаться ребенку с ним. Вот стоит это делать? Или все-таки даже если отец готов общаться, вот стоит ли ребенку разрешать? Категорически не стоит разрывать связи между ребенком и мамой, и папой. Это вот я повторюсь. То есть даже если отец нес за собой негативный опыт. Ну, мы сейчас говорим отец, потому что это чаще все-таки бывает, чем мама. Вот очень часто папа это бывает. Может быть и наоборот. Может и наоборот. И такой пример тоже есть, кстати, у меня из личного опыта. Если отец бросил, вот прям бросил маму, сказал, все, ты мне больше не нужна. Но при этом к ребенку он ничего такого экстра негативного не делал. То есть не избивал его до смерти, не было угроз для жизни ребенка. Ни в коем случае нельзя прерывать отношения. Вот эта вот мстительная позиция. А, ты узнаешь, я ему все, ребенку расскажу, какой он гад и вообще нехороший человек. Это ужасно. Потому что ребенок, когда слышит, твой отец плохой, у него в голове это транскрибируется, ты плохой. Когда мама говорит, твой отец такой непорядочный, гад там и так далее, ребенок про себя это думает тоже. Потому что он часть. Ну, невозможно отделить. И для маленьких детей это ужас, но для взрослых людей тоже. Вот у нас была такая ситуация, как я говорила, мои родители развелись. Правда, они дождались сначала, чтобы мы выросли. Ну, в общем, уже было 18 лет и мне, и брату моему. И только после этого они расстались. Но мама до сих пор не очень-то тепло к папе, мягко говоря, относится. Буквально в прошлом году у нас была ситуация. На свой день рождения я решила, что год назад, когда еще до пандемии, в родной город с детьми вместе, там мы с мужем, пять детей, мы поехали к родителям, просто чтобы вместе пообщаться, этот день провести. Пригласили всех в кафе, родственников, маму с папой, конечно. И в какой-то момент я поняла, что мне очень хочется фотографий вместе с мамой и папой, потому что у меня последние такие фотографии из детства только. А потом мы не фотографировались вместе. Я попросила, говорю, папа, давай вместе сфотографируемся, мам, пожалуйста, давай вместе. Папа с радостью, а мама сказала, ни за что, и никогда я с ним фотографироваться не буду. И вы не представляете, мне было 42 года уже, насколько меня это задело. И я почувствовала, что если мама к папе так относится, и он для нее нехороший, то значит, я-то тоже нехорошая, потому что я часть папы, такая же, как и часть мамы. Конечно, я взрослый человек, еще и подкованный, и я быстро с этим всем справилась, и я знаю, откуда происходит эта ситуация, и какие именно чувства бывают. Но, еще раз повторюсь, ужасно, когда папа не принимает маму, или мама не принимает папу, и ребенок это видит, чувствует, и он понимает, что значит и он какой-то не такой, и он нехороший, и поэтому крайне жестоко именно по отношению с ребенком запрещать общаться. И я знаю не одну, к сожалению, ситуацию, когда такие запреты приводили тоже к большим психическим сложностям в развитии ребенка. Вот лучшее, что родители могут сделать для своего ребенка в ситуации развода, это любыми средствами сохранить ровные, уважительные отношения друг к другу. Вот ради ребенка. Было раньше такое выражение? Ради ребенка. Вот в этой ситуации абсолютно точно мы должны им руководствоваться. Каждый родитель желает знать. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать с педагогом-основателем проекта «Азбука семьи» Дианой Машковой, автором книги «Азбука счастливой семьи. 30 уроков родительской осознанности». Диана, кстати, мама пятерых детей. Тема снова будет сложная, но не говорить о ней нельзя. Детские психологические травмы. Как их не допустить и как исправлять их последствия. Жду вас завтра в 22 часа по московскому времени. А на сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Друзья, до завтра. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова